Девушки отдыхают Пиратская вечеринка, супергерои, Дисней, все уже было. Нужно что-то новое и оригинальное. Блонди заглядывают на кухню с необычной игрушкой в руках. То ли это попрыгунчик, то ли лизун. Канцелярский клей перемешиваем с красителем. Добавляем его перед загустителем, чтобы цвет распределился равномерно. Добавляем тетраворат натрия. Наливаем его больше, чем в обычный лизун, для упругости. Замешиваем лизун. Чайную ложку соды разводим в воде. Смачиваем руки в растворе и формируем из лизуна шарик. Лизун-попрыгун – это удивительная смесь. Он тянется и прыгает одновременно. Вот и тема праздника. Устроим необычную слайм-вечеринку. Ведь лизуны открывают нам столько возможностей. Нужно сделать пригласительное на слайм-вечеринку. Обычные бумажные карточки – это слишком скучно. Наша вечеринка должна быть в формате «Вау-слайм». А если сделать пригласительное прямо из лизуна? В жидкое мыло добавляем краситель. Насыпаем крахмал. Берем его в два раза больше мыла. Перемешиваем. И добавляем немного растительного масла. Вымешиваем густой лизун. Делаем такой же лизун другого цвета. И выкладываем лизуны в плоскую коробочку. На таком лизуне можно писать маркером. Украшаем крышку коробочки, распечатанной кляксой. На ней пишем название «Слайм-заметки». Слайм-блокнот готов. Этот лизун заменяет настоящую бумагу. Скорее пишем имя нашего друга. Пусть готовит свой лучший слайм-образ и приходит веселиться. Блонди приготовила сюрприз. Это идеальное развлечение для слайм-вечеринки. Гигантский лизун Хуба-буба, из которого можно надувать настоящие пузыри. Выливаем два литра клея ПВА. И выжимаем один флакон пены для бритья. Добавляем розовый краситель. И тщательно перемешиваем. Насыпаем целую баночку детской присыпки. Пол-ложки порошка тетрабората натрия разводим в полстакана теплой воды. Чтобы не переборщить с загустителем, добавляем его постепенно. И хорошо вымешиваем в течение пары минут. При вымешивании лизун становится более тягучим. Добавляем ложку крема для рук, чтобы придать лизуну эластичности. А чтобы лизун не лип к рукам, добавляем раствор соды. И смачиваем руки в растворе. Этот лизун получился очень воздушным. Если растянуть его и подуть, то можно надуть в пузыри. Помещаем внутрь трубочку и дуем. Больший пузырь вырастает прямо из лизуна. Пластиковую миску с крышкой красим в розовый цвет. Приклеиваем этикетку жвачки Хуба-Буба. И помещаем внутрь воздушный лизун. Вау, вот это да! Этот лизун не отличить от жвачки. Он такой же розовый и также отлично растягивается в тонкую пленку. А теперь фокус. Вооружаемся трубочками. Вставляем их в лизун. И дуем, что есть сил. Только посмотри! В лизуне появляются настоящие большие пузыри. Не хуже, чем в жвачке Хуба-Буба. Это грандиозно. Девочки уже представляют веселье на вечеринке. Все дуют в трубочке. Объявляется конкурс, кто надует самый большой пузырь. Лизун такой тягучий и манящий, что невозможно остановиться. Девочки играют вовсю. Тянем лизун во все стороны. Упс, произошла слайм-авария. Коварный лизун напал на волосы Блонди. А заодно захватил кудри Джессики. Но это не беда. Мы знаем лайфхак, как снять лизун с волос. Опускаем прядь волос с лизуном в горячую воду. Тщательно моем. И вытираем салфеткой. Прическа Блонди спасена. Прилипчивый лизун отцепился. И не нужно обрезать прядь волос. У Блонди проблема. Старый маникюр есть, а средство для снятия лака закончилось. Не проблема. Джессика знает рецепт лизуна, который поможет снять лак с ногтей. Смешиваем клей со средством для снятия лака и тетраборатом натрия. Замешиваем густой лизун. По консистенции он похож на гель. Приклеиваем его на ногти. Оставляем на 5 минут. После этого лак легко снимается с ногтей. Теперь пальчики Блонди готовы к вечеринке. Лизун для маникюра справился со старым лаком за 5 минут. Можно открывать маникюрный слайм-салон. Начнем экспериментировать с формулами лизунов. Джессика приготовила ингредиенты. Этот экземпляр войдет в книгу рекордов слайм Гиннеса, как самый затратный лизун. В клей для лизунов добавляем шампунь и жидкое мыло. Выжимаем пену для бритья. Добавляем крахмал. Детскую присыпку. Крем для рук. И спрей для тела. Выжимаем акриловую краску. Замешиваем лизун. И добавляем гель для стирки. Гигантский тягучий лизун перекладываем в контейнер. Сверху выкладываем мятую золотую фольгу для ногтей. Застилаем ее всю поверхность лизуна. Клеим на крышку этикетку с названием Mother Slime. Джессика довольна результатом. В ее наполненный лизун вошло так много ингредиентов. И получилась красота. Голубой лизун с эффектом позолоты. Да это же слайм эпохи Возрождения. Голубой с золотом – королевское сочетание. Этот благородный лизун отлично растягивается. Но Блонди в недоумении. Зачем тратить столько всего, чтобы сделать один лизун? Ведь Джессика использовала все средства со своей полки в ванной. А Блонди приготовила милого слайм-малыша всего лишь из двух ингредиентов. Смешиваем клей для слаймов и гель для стирки. Тщательно перемешиваем и кладем в маленькую баночку. Клеим этикетку Baby Slime. Маленький и скромный лизун Блонди ничуть не хуже роскошного слайма Джессики. Но на вкус и цвет товарищей нет. У каждой из девочек свой слайм-фаворит. Внезапно крошечная баночка выпадает из рук Блонди. Ничего страшного. Мама слайм вернет малыша на место. Но Блонди есть чем удивить подругу. У нее в руках нечто необычное. Что это? Лизун или канцелярия? В канцелярский клей добавляем крахмал, немного соды и акриловую краску. Перемешиваем и наливаем тетраборат натрия. Замешиваем густой лизун и формируем ластик. Он легко стирает карандаш. Блонди демонстрирует свое изобретение. Симбиоз слайма и ластика. Да ведь это слайстик. Он может стирать карандаш. Отличная вещица. Девочки готовят украшения для своей вечеринки. Нужно склеить диско-шар. И в этом им тоже поможет лизун с формулой клея. В клей добавляем тетраборат натрия. Замешиваем лизун. Он должен быть очень плотным. Помещаем его в баночку. Крепим этикетку слайм-клей. Девочки обклеивают шарик зеркальными пластиковыми осколками. А слайм-клей скрепляет все детали. Ведь у лизунов масса скрытых возможностей. Теперь нужно сфотографировать наш диско-шедевр. Девочки делают селфи. Выложим в сторис наш шар и геотек слайм-вечеринки. Планшет Джессики в необычном чехле. Кажется, сегодня лизуны присутствуют везде. Смешиваем в равных частях клей для слаймов и воду. Добавляем каплю красителя. Вымешиваем и добавляем тетраборат натрия. Если лизун получился слишком густым, добавляем понемногу воды, пока он не станет нужной консистенцией. Всыпаем глиттер. Прозрачную папку обрезаем по размеру чехла для планшета. Оборачиваем с одной стороны пергаментом и запаиваем утюгом. Вливаем внутрь лизун. И запаиваем оставшийся край. Приклеиваем пластик на чехол. Украшаем лентой из пайеток и декоративными фигурками. Лизун внутри переливается сотни блесточек. Настоящая слаймовая феерия. Этот чехол гипнотизирует. Переливающийся лизун манит блонди. Но Джессика забирает планшет. Скоро вечеринка. Друзья пришли на вечеринку, но все залипли в телефонах. Так не годится. На слайм вечеринки все должны залипнуть в лизунах, а не в гаджетах. Достаем гигантский слайм Хубабуба. В конкурсе на самый большой пузырь побеждает Стиви. Наверное, его легкие тоже растягиваются как лизун. Он получает подарок – шарик с лизуном. Но что в нем необычного? Увидим, когда погаснет свет. В прозрачный клей добавляем светонакопительную краску. И наливаем загуститель – раствор цитроварата натрия. Чтобы лизун не лип к рукам, смачиваем их в растворе соды. Получился белый эластичный лизун, который светится в темноте. Кладем его в разъемную форму шар. Украшаем звездами из блестящего фоамирана. Декорируем светонакопительной краской. Мы в восторге от лизуна, который светится в темноте. Такой слайм точно не потеряешь ночью. Слайм-вечеринка удалась! Так много новых лизунов и так много слайм-веселья! Понравились наши новые лизуны? Тогда пиши в комментариях, какие слаймы ты приготовишь для вечеринки. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые рецепты лизунов на канале Трум Трум.